Улица Алма-Атинская – это целый район ресторанов, гостиниц, автомойк и саун. Все они здесь, по данным Росреестра, появились незаконно. По документам, на этой земле можно разве что выращивать картошку. Зона Р-5 подразумевает только садово-дачные участки и коллективные сады. Из-за этого местным бизнесменам регулярно приходится оплачивать штрафы, ведь землей они пользуются не по назначению. Должникам сегодня приехали сотрудники Росреестра. В первом же ресторане нас встретил удивленный бармен. О задолженности он слышит впервые, владельца и управляющего на месте нет. Я нами дам, попросить подосвязь, выключите. Зато на следующей точке хозяин офисного здания сам вышел к журналистам, рассказал о проблемах насущных. Посетовал, что постройку его не хотят регистрировать. Все потому, что к этому району сейчас особое внимание властей. Бизнесмены предлагают решить разом все проблемы, перевести эту землю в зону С-2. Она разрешает строительство коммерческих предприятий. Процедура, однако, сложная. Несколько уровней согласования и публичное слушание. Все хотят это перевести. Нам почему-то не идут навстречу. Да, это незаконное строительство. Да, мы готовы оплатить административную штрафу, чтобы перевели зону с Р-5 в зону С-2 в коммерческую пользу. Платить, соответственно, другие налоги. Налоги действительно вырастут в разы, что городскому бюджету, конечно, на руку. Предприниматели утверждают, что готовы добросовестно платить, лишь бы их самовольные постройки узаконили. В Росреестре объясняют, бизнесмены сами создали себе проблемы и теперь хотят, чтобы их решили. Если бы собственники, приобретающие здесь участки, сразу знали, что они планируют использовать его для коммерческих целей, им до того, как начинать строительство, нужно было в первую очередь попытаться решить вопрос о смене зонирования. Практически каждому владельцу кафе или автосервиса на Алма-Атинской приходят штрафы за нарушение земельного законодательства от 10 тысяч рублей. Но они, видимо, не сильно волнуют бизнесменов. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.